всем привет с вами саня вы на канале пользы нет и сегодня я представлю вам необычный топ это наушники но не совсем обычные каждая модель подойдет не всем у каждой модели сегодняшнего топа есть особенности которые нужны лишь определенной группе людей не маленькой по количеству но строго определенные и как только я перейду к топу вы сами все поймете каждая модель данного топа не имеет явных недостатков перед остальными каждая из них будет востребована на рынке хоть и не всеми у каждой из них есть армия поклонников и иногда она довольно большая на каждой из представленных данном топе устройств есть отдельный обзор у меня на канале с распаковками примерами работы микрофонов задержки так что заинтересовавшиеся спокойно перейдут по ссылке в описании данного топа и узнают о наушниках более подробно не забудьте подписаться на телеграм канал скидок взаимопомощи мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании и напоминаю что 5 мебендов 7 серии разыгрывается за лайк подписку и комментарии к любому видео ежемесячно полетели начинается мой топ с halo перфри беси 01 данная модель с костной проводимостью была награждена red dot design awards 2022 году у них стильный внешний вид отличные материалы удобная и надежная посадка интуитивное управление отличное время автономной работы микрофон из технологии шумоподавления cvc защита от влаги ip67 multipoint до двух устройств и магнитная зарядка в комплекте есть сами наушники сменные амбушюры магнитный кабель для зарядки инструкция на английском языке весят наушники 28 граммов говорит у них немаленькие но учитывая тип передачи звука это я считаю нормальным я же говорил что все наушники из этого топа нужны лишь определенной группе людей продажи есть единственная расцветка дизайн у них привлекательный выполнена не из титанового сплава с силиконовым покрытием тактильно они очень приятные на корпусе есть лет индикатор надпись хэллоу микрофон и магнитные контакты для зарядки трифические кнопки регулировки громкости и функциональная кнопка из нажатий доступно включение выключение питания вход в режим сопряжения play пауза переключение треков ответ сброс вызовом вызов голосового ассистента и зажатием на 2 секунды многофункциональной кнопки и кнопки увеличения громкости включается режим мультипоинта кнопки механические как я люблю хотя многие любят и сенсор но сенсоров бывают ложные нажатия команды сопровождаются системными звуками озвучкой на английском языке посадка хорошая удобная за уши на не натирают конструкция сбалансирована очень даже хорошо при занятиях спортом наушники не спадают и заниматься спортом в них безопасно что немаловажно уже оснащены чипом qualcomm q сиси 3044 разговаривать с собеседником не снимая наушники очень удобно заряд наушников шторки отображается автоматически подключаются крайне сопряженного устройства без проблем мультипойнт на два устройства также работает как часики емкость аккумулятора 165 миллиампер часов время автономной работы на 60 процентах громкости по кодеку aptx составляет 7 часов 33 минуты полностью заряжаются уши за 1 час 37 минут быстрая зарядка на борту 10 минут зарядки дают время автономной работы до 2 часов в тех же условиях для изнурительных тренировок уши подойдут как никогда bluetooth версии 5.2 из кодеков на борту sbc aptx и это радует через две стены отвалов звука не было задержка при просмотре роликов незаметная в играх она приемлемая микрофона отрабатывают не лучшим образом есть перегруз и заметный пример в отдельном ролике как я уже говорил можете послушать голос искажается довольно сильно звучание наушники имеют технологию направленного звука и окружающие не будут слышать ваши наушники запас громкости есть я прослушивал музыку не более чем на 85 процентов от максимальной звучание сбалансировано но глубокого баса не будет что неудивительно наряду с этим высокие звучат отчетливо середина имеет хорошую проработку детальности у звучания достаточно инструментал наушники отыгрывают хорошо учитывая их принцип работы минусы нет датчиков автопаузы нет анимации нет приложения для настройки обновления прошивки хотелось бы чехол для переноски и регулируемую дужку плохо отрабатывает микрофон как по мне резюмирую наушники специфические но если вам нужен именно такой тип наушников если вы много занимаетесь спортом например это отличный выбор на девятом месте сегодняшнего топа находится мебра и пи 01 почему они попали в топ все очень просто их конструкция позволяет пользователям довольно активно заниматься спортом ведь обычные внутриканальные наушники нужно периодически поправлять в ухе при беге я уже молчу про наушники вкладыши а тут довольно надежная конструкция которая не спадает при активных передвижениях у них куполообразные композитные динамики диаметром 15 целых четыре десятых миллиметра свежий bluetooth версии 5.3 хорошее время автономной работы до 35 часов и вместе с боксом шумоподавление и н си для четких вызовов водонепроницаемость класса и пикс 6 механические кнопки для управления как я люблю правда один наушник из-за конструкции за уши нами весит 11,5 грамма что довольно много а бокс без наушников весит 70 граммов то прям очень прилично продажи есть единственная черная расцветка бокс также не отличается компактностью да и люфт крышки и отсутствие фиксации в открытом положении не добавляют ему привлекательности прямо скажем сами наушники выглядят симпатично но посадку их я удобной назвать не могу хотя все это как вы понимаете индивидуально перед покупкой я настоятельно рекомендую примерить их как и в принципе все наушники которые вы собираетесь покупать себе музыку которую слушаете вы будут слушать и проходящие мимо людей это минус механические кнопки имеют следующие функции play пауза переключение треков ответ сброс вызовом вызов голосового помощника и регулировка громкости что хорошо заряд наушников шторке отображается по одному работают но перри подключаются с небольшой задержкой автоматически подключаются к ранее сопряженному устройству емкость аккумулятора бокса целых 800 миллиампер часов полностью вместе с наушниками заряжается за три часа что очень тоже долго наушники от бокса можно перезадить четыре раза самorазряд у бокса я не обнаружил емкость аккумулятора наушника одного 100 миллиампер часов полностью наушники заряжаются за 1 1 час 26 минут Разряжаются уши неравномерно. По кодеку AAC наушники на 70% громкости отработали 6 часов. Есть автовыключение наушников, что хорошо. Кодеки поддерживаются только стандартные AAC и SBC. Через две стены уши не отваливались, но изредка раскалькивали фризы. В играх задержка слегка заметна, но играть можно. В ютубе задержка незаметна. Микрофоны имеют шумодав E&C, но у них присутствует довольно сильный перегруз. За полным обзором, повторяюсь, заходите в описание. Запаса громкости здесь достаточно. Я слушал музыку не более чем на 60% от максимальной. Низких частот вообще практически нет, но это и неудивительно. Опять же, учитывая их конструкцию. Середина плохо проработана, высокие звучат некачественно. Минусы нет мультипоинта, нет анимации при подключении, нет автопаузы, нет активного шумодава, нет беспроводной зарядки бокса, нет быстрой зарядки наушников, нет фирменного приложения для настройки. Резюмировать хочу так. Это очень специфический продукт и точно не для меломанов. В своем полном обзоре я не рекомендовал его к покупке для повседневного использования. Но людям, которые занимаются спортом и любят в фоне слушать музыку или ответить на входящий звонок, не отрываясь от бега, этим людям эти наушники подойдут. Восьмое место моего не совсем обычного топа занимают The My Pure Space X TV300. Чем же заслужили данные наушники место в этом топе? А тем, что они являются одновременно и затычками, и вкладышами, то есть могут удовлетворить приверженцев обоих лагерей. Как вы знаете, у форм-факторов вкладыша мало басов по сравнению с затычками. Не берем в расчет Huawei, но они менее вредные для вашего слуха. И это не единственное их отличие. У них двойной активный шумодав до 43 дБ. Есть режим прозрачности, 6 микрофонов и костный датчик BPU для четких звонков. А также голосового управления. Управление сжатием ножки и управлением громкостью свайпами. Также у них металлический корпус наушников и хорошее время автономной работы до 24 часов. Короткий кабель для зарядки с USB-A на Type-C присутствует в комплекте, это хорошо. Также в комплекте есть две пары специальных амбушюр. На верхней крышке бокса предусмотрено крепление для сменных амбушюр, где находится третья пара. Наушник весит 5,7 грамма, а бокс 61,8 грамма. Габариты у бокса и наушников стандартные. Звуковод у наушников имеет металлическую сеточку, за что спасибо. Дизайн бокса также стандартный, из-за красных вставок выглядит стильно. Бокс сделан из глянцевого пластика, он тактильно приятный, но маркий. На боксе есть логотип бренда с подсветкой. Выглядят наушники хорошо, амбушюры крепятся надежно. Посадка без амбушюр комфортная, но не такая плотная, разумеется. Во время пробежек их нужно будет периодически поправлять. На корпусе наушников, кроме микрофонов, есть датчики обнаружения уха, отверстие для сброса давления, область сжатия для управления наушниками и контакты для зарядки. Из командного рту плей, пауза, переключение треков, регулировка громкости, ответ сброс вызова, переключение между режимом шумоподавления прозрачности обычным и вызов голосового помощника. Управление слегка странное, но удобное, когда привыкаешь. Хорошо, что оно полноценное, то есть можно использовать все доступные команды. Свайп для регулировки громкости работает корректно, но изредка можно поставить музыку на паузу, регулируя громкость. На одиночное нажатие ножки зашита плей-пауза, и переназначить эту команду нельзя. Наушники сопровождаются системными звуками, наушники оснащены 12-миллиметровыми динамическими драйверами с диафрагмой DLC для хай-фай-звука. Система ZMI EQ Smart версии 2.0 в наличии как активный шумодав. ANC работает только с двумя наушниками и имеет 4 режима работы, такие как легкий, баланс, сильный и адаптивный. Работает он хорошо, в метро достаточно 65% громкости. Режим прозрачности также есть, и он может работать с одним наушником. Но если снять амбушюры, то режим прозрачности пропадает, как и дополнительный режим ANC. Но сам ANC продолжает работать. Еще есть такая фишка, если вы слушаете музыку с включенным режимом ANC и достаете один наушник из уха, то автоматически включается режим прозрачности, что очень даже круто. Заряд наушников в шторке отображается, по одному работают, переподключаются бесшовно, автоматически подключаются после открытия крышки бокса к ранее сопряженному устройству. Есть всплывающее окно MIUI Quick Connection, но работает оно только со смартфонами на MIUI. Мультипойнт на два устройства на борту, датчики обнаружения уха работают корректно и быстро, ко всему их можно отключить в приложении. Полный цикл зарядки бокса составляет 1 час 40 минут. Наушники можно зарядить от бокса 3,5 раза, саморазряд бокса я не наблюдал. Полный цикл зарядки наушников около 1 часа. Отыграли наушники без активированного активного шумодава почти 5 часов, что не топовый результат, но с боксом эта цифра может достигать 23 часов, и это уже неплохо. Водонепроницаемость класса IPX4 есть только у наушников, так что легкого дождика они не боятся. Для настройки наушников доступно приложение The My Hair. С Android-устройством у меня наушники не стали коннектиться, а вот на iPhone все заработало, что странно. Повторяюсь, я говорю про программу, а не про Bluetooth. Разумеется, подключить наушники можно к чему угодно, где есть Bluetooth, хоть к компьютеру. Интерфейс приложения доступен на английском языке, что для кого-то будет минусом. В отдельном ролике все возможности приложения подробно расписаны, повторяться смысла не вижу. Bluetooth версии 5.2, из кодеков доступен SBC и AAC. Через две стены наушники не отваливались и фризов не было. Задержка при просмотре на YouTube, а также в играх в паре с iPhone, незаметна. Микрофоны отрабатывают хорошо, но есть небольшой перегруз. Запас громкости у наушников есть, с амбушюром они звучат объемно и приятно, бас глубокий, средний бас в наличии. Высокие звучат чисто, а середина имеет хорошую проработку. Сцена шире средней, инструментал различим, а вокал приятный, как мужской, так и женский. В режиме вкладышей звучание теряет низкие частоты и в глубину, но очень круто, что можно менять тип наушников под конкретный сценарий использования. Минусы нет беспроводной зарядки, кодеков высокой четкости тоже нет, маленькая автономность относительно конкурентов. Марки и материалы. Голосовое управление не поддерживает другие языки, кроме китайского. В моем случае наушники не могут подключаться к приложению на Android смартфоне. И резюмировать я хочу так. Это очень интересная модель, если вы не определились, какой тип наушников будете использовать, и что вам будет удобнее, то это отличный универсальный вариант. На седьмом месте моего топа я разместил Google Pixel Buds Pro. В чем же их особенность, спросите вы? Отвечаю, они сделаны для фанатов Google, этим все сказано. Даже в нашей стране есть армия поклонников устройств от Google, им не важно, какие есть недостатки и сколько они стоят. У наушников есть активный шумодав, куда же без него. Есть режим прозрачности, безумная автономность до 11 часов, поддержка Google Ассистента, пространственный звук с отслеживанием положения головы, приложение со встроенными предустановками звучания, кастомным эквалайзером, различными технологиями для улучшения качества звука, три пары комплектных амбушюр хорошего качества и инструкция, а вот кабеля для зарядки в комплекте нет. Весит наушник 6,2 грамма, а пустой бокс весит 49,6 грамма. Звуковод имеет металлическую сеточку, за что спасибо. В продаже есть коралловая, голубая, темно-серая и лемонграсс расцветка. Причем меняется только внешняя часть наушников, а бокс остается в одном стиле. Бокс выполнен из тактильно приятного матового пластика, отпечатки пальцев он не собирает. LED-индикатор на боксе спрятан под пластиком. Есть, конечно же, кнопка для сопряжения и разъемы зарядки Type-C. Сами наушники выполнены из матового пластика, внутренняя часть черная, а вот внешняя часть, в моем случае, темно-серая. В ушах наушники, на удивление, совсем не ощущаются тяжелыми, это хорошо. Посадка плотная, из ушей они не выпирают, но в любом случае я рекомендую перед покупкой померить их в своих ушах. У некоторых длительное ношение вызывает дискомфорт. На каждом наушнике есть по три микрофона, маркировка левой-правой и сенсорная область для управления, которую можно полностью отключить, и это очень удобно. Из нажатия на борту, play-pause, переключение треков, регулировка громкости, ответ-сброс вызова, переключение между режимами и вызов голосового ассистента. Управление полноценное, этапы можно настроить в приложении, регулировка громкости производится свайпами, но из-за размеров сенсорной области регулировать громкость не совсем удобно. Ложных срабатываний не было, что хорошо, команды сопровождаются приятными системными звуками, наушники оснащены 11-мм динамическими драйверами, используется технология Active In-Ear Pressure Volume EQ для выравнивания частот при любой громкости, а для четких звонков есть технология Voice Accelerometer. Активный шумодав режим прозрачности на борту, оба режима могут работать даже с одним наушником, ANC показала себя хорошо, но с включенным ANC слышен легкий фоновый шум, и сверх шумоизоляции они похвастаться не могут. Режим прозрачности не раздражает, работает корректно, но даже с фоновым шумом. Заряд наушников в шторке отображается по одному, они работают, переподключаются бесшовно. После открытия крышки бокса автоматически подключаются к ранее сопряженному устройству, полноценный мультипоинт на борту, инфракрасные датчики автопаузы работают быстро, при желании их можно отключить. Также в наушниках есть датчики, которые измеряют давление в ушном канале с использованием технологии Silent Seal, чтобы не было сильного ощущения вакуума. Еще в наушниках установили акселерометр и гироскоп. Функция Live Translate и все, что связано с Google Ассистентом, тоже имеется. Например, мне было удобно прослушивать уведомления, которые приходили в Telegram. Полный цикл зарядки бокса занял 2 часа, а наушников 1,5 часа. Беспроводная зарядка бокса стандарта Qi на борту. На 65% громкости по кодеку AAC с включенным ANC они проработали 6 часов, что круто. В таком сценарии использования уши проработают 18-19 часов вместе с боксом. Без включения активного шумода во время автономной работы значительно увеличивается, что огромный плюс, как по мне. Быстрая зарядка наушников на борту и 5 минут в боксе дает 1 час работы в тех же условиях. Наушники имеют водонепроницаемость класса IPX4, а бокс IPX2. Для полноценной настройки наушников можно установить приложение Pixel Buds, но если у вас смартфон, собственно, Pixel, то все настройки будут во вкладке Bluetooth. В приложении на главном экране доступен заряд бокса наушников в процентах. Далее есть настройка Google Ассистента поиска устройства. Далее настройка сенсорного управления, режимов проверки посадки, включения мультипоинтов, включения датчиков автопаузы и обновления прошивки. Также доступно 7 предустановок звучания и 5-полосный кастомный эквалайзер. Есть функция усиления низких и высоких частот на пониженных уровнях громкости. Баланс громкости и монофонический режим. Bluetooth старой версии 5.0. Из кодеков доступно только SBC и AAC. Через две стены они не отваливались, но проскакивали фризы. Задержка при просмотре роликов на YouTube незаметна, в играх заметна. Играть не совсем комфортно. Микрофоны отрабатывают не лучшим образом. Есть перегрузы и искажения голоса. По звучанию. Запас громкости есть, но небольшой. По звуку у наушников в приоритете вверха и низы. Мне такое не нравится. Середина неплохая, имеет среднюю проработку. Бас плотный, но его слегка много, как по мне. Высокие имеют сильный акцент. Сцена средняя, детальности мало. Инструментал данные наушники отыгрывают неплохо. В данной ценовой категории звучание, как по мне, не лучшее. Конечно, можно использовать эквалайзер, но хотелось бы звук получше. Минусы. Нет адаптивного режима ANC. Мультипоинт работает некорректно. Наушники разряжаются неравномерно. Один быстрее другого на 5% примерно. Приложение периодически глючит. Нет поддержки кодеков высокой четкости. И различные глюки подкарауливают пользователя в самых неожиданных местах. Резюмирую. Как я уже сказал в начале, это модель для фанатов. Если вы имеете смартфон от Google и вам он нравится, это определенно модель для вас. Экосистемы они такие. Все внутри них заточено под пользование устройством одного бренда. И лучше всего работают такие устройства со своими собратьями по бренду-производителю. Это, кстати, и Самсунгов касается. Шестое место сегодняшнего топа я как раз отдал одному особенному производителю, который славится своей хорошей работой внутри своей экосистемы. Samsung Galaxy Buds 2 Pro. И причина попадания в этот топ у данных наушников точно такая же, как и у предыдущей модели. Большему количеству людей абсолютно все равно, есть ли в продаже наушники с большим количеством функций, поддерживаемых кодеков или временем автономной работы, или они будут удобнее. Например, их устраивает, что с Самсунгами данные наушники работают хорошо, гармонично смотрятся на столе рядом со смартфоном и имеют нативную поддержку. Ну вы поняли. Теперь к самим наушникам. У них есть активный шумодав, режим прозрачности, режим обнаружения голоса, 6 микрофонов, аудио на 360, поддержка нового кодека SSC с воспроизведением 24-битного звука HRS класса, влагозащита IPX7, последний Bluetooth, поиск Smart ThinkFind и отличное время автономной работы. Самсунг не стали экономить, в отличие от некоторых представителей данного топа, и положили в комплект кабель для зарядки с Type-C на Type-C. Есть также и три пары амбушюр, наушник весит 5,5 грамма, а бокс всего 43 грамма. Звуковод с металлической сеточкой, что очень хорошо. Три расцветки на выбор графитовая, белая и лавандовая. Бокс сделан из качественного пластика с софт-тач покрытием. Наушники в боксе держатся на магнитах не очень крепко. Наушники выполнены из такого же по качеству пластика, что и бокс. Сделаны качественно и аккуратно, из ушей не выпирают, посадка удобная. Спортом заниматься в них однозначно можно, учитывая наличие влагозащиты. На каждом наушнике есть по три микрофона с высоким SNR, соотношением сигнал-шум, что означает теоретическую возможность даже записывать подкасты. Датчик обнаружения голоса, инфракрасный датчик, маркировка left-right, сенсорная область, акселерометр, гироскоп и датчик холла. Еще производитель заявляет о наличии вибрационного датчика в VPU, но по ощущениям его здесь нет. Хотя опять же, может кто-то и нашел. Из команд на борту PlayPause переключение треков, регулировка громкости, ответ сброс вызова, вызов голосового ассистента, голосовое управление, переключение между режимами шумоподавления, прозрачности и обычным режимом. Ложных срабатываний не было, в приложении можно настроить тапы, но не полностью. Некоторые тапы можно только отключить или включить. Если настраивать тапы, то придется выбирать между регулировкой громкости, переключением режимов и голосовым управлением. На нажатии откликаются они быстро и команды сопровождаются приятными системными звуками. Голосовое уведомление у меня было только о пропущенных вызовах. Звучание у наушников 24-битная Hi-Fi класса. Активный шумодав работает только в одном режиме, монотонные шумы ANC глушит, а вот сигналы машины и другие отдельные громкие звуки нет. Сделано это из соображений безопасности, но могли бы и два режима работы завести. Также ANC может работать с одним наушником. Режим прозрачности на борту, он не раздражает. Также есть функция автоматического определения голоса. Заряд наушников в шторке отображается, по одному работают и переподключаются бесшовно. Датчики приближения работают корректно, их можно отключить в приложении, если необходимо. Также наушники поддерживают функцию четких звонков и коррекцию слишком громких звуков во время вызова. Есть технология пространственного звука на 360 с поддержкой Dolby Atmos. Аккумулятор бокса емкостью 515 мАч поддерживает беспроводную зарядку стандарта Qi. Емкость аккумулятора одного наушника 61 мАч. Полностью заряжаются наушники e-box за 2 часа 15 минут, что не быстро, а беспроводной зарядкой полностью заряжаются за 2 часа 25 минут. От бокса наушники можно перезарядить 3,5 раза. Саморазряда нет, что хорошо. На 65% громкости уши без всех дополнительных технологий и без активного шумодава отыграли всего 4 часа 30 минут, что крайне мало. 5 минут зарядки в боксе дают наушникам 1 час 20 минут прослушивания музыки в тех же условиях. Водонепроницаемость класса IPX7 только у наушников. Для настройки наушников нужно приложение Galaxy Wearable. Оно полностью на русском языке, что радует. Возможности приложения смотрите в отдельном обзоре по ссылке в описании, как и, повторяюсь, примеры микрофонов. Можно из приложения искать наушники как в боксе, так и без него. Фишек много, но есть вещи, которые работают только со смартфонами Samsung. И причем не со всеми Samsung, а со строго определенными моделями смартфонов. В настройках звука есть 6 предустановок для звучания. Bluetooth версии 5.3. Из кодеков доступны SBC, AAC и новый фирменный SSC, который будет работать только если его поддерживает ваш смартфон Samsung. И звучит он, к сожалению, не лучше, чем у DAC в другом смартфоне. Задержка при просмотре роликов на YouTube незаметная, как и в играх. Звучание у ушей неплохое, но в связке с разными смартфонами уровень громкости у них получается разный. Что странно. Но со смартфоном Samsung все более чем хорошо. Качество звука хорошее, детализированное, каши практически нет. Бас плотный, насыщенный, средний бас с ощущением многослойности. Середина проработана отлично, верха звучат чисто и четко. Сцена широка, инструменталы различить легко. Вокал звучит отлично, как женский, так и мужской. Но они звучат примерно так же, как и другие наушники с поддержкой кодеков высокой четкости в этой ценовой категории. Минусы. Нет полноценного мультипоинта. Очень много функций, доступно только на смартфонах Samsung. Нет кастомного эквалайзера. ANC можно было бы добавить 2 режима. Автономность не впечатлила. Резюмирую, это отличные наушники с качественным звуком, приятным дизайном и обширным функционалом. Одно но, если у вас смартфон из топовых линеек Samsung. Но именно поэтому эти наушники как раз и не для всех. Не забудьте, кстати, подписаться на канал с колоколом. Написать в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. И написать, какие бы топы еще вы хотели увидеть на канале. Потому что конец года, наверное, будет их много у меня. Пятое место моего топа я отдал Anker Soundcore Liberty 4. К плюсам данных ушей я отнесу поддержку пространственного звука на 360 градусов с отслеживанием положения головы. Поддержка кода колдак. У них коаксиальная акустическая система ACAA версии 3.0 с двумя динамическими драйверами. Мультипоинт до двух устройств. Датчик измерения пульса. Мониторинг стресса. Удобное приложение. Технология HearID для активного шумоподавления и для звучания. И режим прозрачности. В комплекте с наушниками идут 3 пары сменных амбушюр Cloud Comfort с двухслойным кончиком. Необычно. Конечно же, есть и кабель для зарядки бокса и краткое руководство. Бокс без наушников весит 44 грамма, а один наушник весит 5,7 граммов. Бокс имеет средние размеры, удобную форму. Звуковод имеет металлическую сеточку, за что спасибо. В продаже есть 4 расцветки. Черная, белая, голубая, бордовая. Наушники в боксе фиксируются надежно, сборка наушников топовая. Посадка удобная. На каждом наушнике есть по 3 микрофона, маркировка левый и правый, контакты для зарядки, логотип кампании и область сжатия, которая обозначена небольшим углублением. Из нажатия на борту плей-пауза, переключение треков, вызов голосового ассистента, регулировка громкости, ответ сброс вызова и переключение между режимами. Настроить так, чтобы можно было воспользоваться всеми командами одновременно, нельзя. Что-то нужно убирать. Я лично убрал вызов голосового ассистента. На нажатии откликаются наушники хорошо, ко всему можно настроить силу сжатия. Но на морозе сжатие не всегда срабатывало лично у меня. Команды сопровождаются щелчком и системными звуками. Каждый наушник оснащен двумя динамическими драйверами на 9,2 мм и 6 мм, которые выровнены по одной оси. Используется коаксиальная акутистическая система ACAA версии 3.0. Есть сертификация Hi-Res Audio Wireless. Активное шумоподавление на борту с тремя режимами работы. Также есть адаптивный режим. И персонализированный режим HairID. Для которого необходимо пройти тест слухового канала. Мне персонализированный режим показался бесполезным. Я бы пользовался адаптивным режимом. Режим прозрачности также на борту. Он имеет несколько режимов, таких как полная прозрачности и режим речи. Как ANC, так и режим прозрачности могут работать даже с одним наушником. Режим 360 работает как в режиме кино, так и в режиме музыки. Но как по мне, это просто интересная фишка, не более. Еще одна бесполезная, на мой взгляд, функция – это измерение пульса. Уши могут также измерять уровень стресса, но и это лучше измеряют смарт-часы или браслеты. А вот контроль осанки – штука полезная. В приложении можно даже установить напоминание о необходимости размяться, хотя у каждого свои критерии полезности. Заряд наушников в шторке отображается, по одному работают, переподключаются бесшовно. Автоматически подключаются к ранее сопряженному устройству после открытия крышки бокса. Анимации есть только в приложении. Полноценный мультипоинт до двух устройств на борту, но с кодеком OldDuck он не работает. Датчики автопаузы работают, их можно настроить и калибровать в приложении. Также в приложении можно пройти тест на прилегание наушников. Полный цикл зарядки бокса составил 1 час 46 минут. Наушники полностью зарядились за 1 час 23 минуты. Бокс поддерживает беспроводную зарядку стандарта Qi. Саморазряд бокса я не наблюдал. Наушники от бокса можно перезарядить полных три раза. Отыграли наушники 5 часов 7 минут по коду OldDuck на 50% громкости без активированного ANC. Результат очень хороший, учитывая использование OldDuck. Быстрая зарядка на борту. 15 минут зарядки дают время автономной работы 2 часа в тех же условиях. Есть автоматическое выключение наушников от 10 до 60 минут или вовсе его отключить можно. Водонепроницаемость есть только у наушников. Для полноценной настройки наушников нужно установить приложение Soundcore. Подробное описание функций приложения повторяю, смотрите в отдельном ролике по ссылке. В очередной раз напоминаю, что там еще и примеры микрофонов и задержки. Кастомный эквалайзер в приложении есть, как и множество пресетов. Функция HereID позволяет настроить наушники под свой слух и это хорошо. Bluetooth версии 5.3 из кодеков на борту AAC, SBC, OldDuck. Через две стены наушники не отваливались и фризов я не ловил. В YouTube задержка незаметная, а вот в играх она заметна, но играть комфортно. Не слишком она большая. Микрофоны справляются хорошо, перегруз есть, но не сильный. Звучание по коду OldDuck без применения кастомного эквалайзера громкости достаточно. Бас плотный, глубокий, средний бас в наличии. Середина имеет отличную проработку. Звучание сбалансированное, высокие звучат чисто, каши я не наблюдал. Сцена широкая, ощущение пространства есть, но детальности меньше, чем у прошлых моделей. После использования HereID у меня лично звук поменялся в лучшую сторону. Минусы. Крышка бокса из-за механизма открытия типа слайдер имеет большой люфт, как в закрытом, так и в открытом состоянии. Процент зарядки наушников и бокса в приложении не отображается. Нет функции поиска наушников. Область сжатия не всегда срабатывает на морозе. Я резюмирую, эти наушники попали в данный топ, потому что всегда есть люди, которым мало просто качественных наушников и хочется им чего-то большего. В данных наушниках есть большое количество опций, и это больше, чем просто качественный звук. Но из-за этого или почему-то еще основная характеристика звучания стала чуть хуже, чем у других моделей Anker, по моему мнению. Так что если вам действительно важно отслеживать свою осанку, измерять пульс и уровень стресса, не прибегая к использованию смарт-браслетов или смарт-часов, это точно ваш выбор. Но если у вас качество звука в приоритете, можно посмотреть на другие модели. На четвертом месте моего топа находятся наушники Nuffin E2 Black. К плюсам данных ушей, кстати, это уже вторая их версия, отнесу полупрозрачный дизайн, активное шумоподавление до 40 дБ с персонализированным режимом, режимы прозрачности, мультипоинт до двух устройств, беспроводная зарядка бокса, удобное управление сжатием ножки наушников, время автономной работы с боксом до 36 часов, водонепроницаемость класса IP54 у наушников, поставляется данная модель в такой же упаковке, как и белая версия данной модели, только упаковка теперь черная. Пакинг минималистичный, в комплекте мы имеем краткое руководство, документацию, бокс, сами наушники, кабель для зарядки с Type-C на Type-C и комплект силиконовых амбушюр. Вес одного наушника 4,5 грамма, вес бокса 51,8 грамма. Его габариты стандартные, звуковод овальной формы с выступом для удержания амбушюр и металлической сеточкой. Зарядный бокс выполнен из прозрачного глянцевого пластика, лишь некоторая часть выполнена из черного пластика. Царапины на нем появляются моментально, на корпусе расположили разъем Type-C, кнопку сопряжения, крепление крышки бокса металлическая, в отличие от наушников белой расцветки, которые у меня были на обзоре у данного экземпляра, оба наушника рабочие. Да, мне приходил уже брак от нафина. Посадка хорошая, при длительном прослушивании музыки дискомфорта нет, пассивная шумоизоляция неплохая, на корпусе расположили по 3 микрофона на каждом наушнике с технологией Clear Voice, датчики автопаузы, контакты для зарядки и область сжатия на ножках для управления. Из команд на борту PlayPause, переключение треков, ответ, сброс, вызов, вызов голосового помощника, регулировка громкости, переключение между режимом активного шумоподавления, режимом прозрачности. На нажатие наушники откликаются отлично, полноценно настроить команды можно в приложении. Хорошо, что можно использовать все предоставленные команды. На одиночное сжатие зашита команда PlayPause и ответ сброс вызова. Нажатия сопровождаются приятными щелчками и переключение режимов системными звуками. Оснащены наушники динамическими драйверами на 11,6 мм с диафрагмами из графена и полууретана. Имеется сертификация Hyros Audio для передачи звука частотой 24 бита, 192 кГц. Активное шумоподавление до 40 дБ на борту с 5 режимами работы. Высокие, средние, низкоадаптивные и персонализированные. Персонализированное шумоподавление работает все так же некорректно, ничего не поменялось. Режим прозрачности также есть. ANC и режим прозрачности могут работать с одним наушником, что очень удобно. По одному наушники работают, автоматически подключаются после открытия крышки бокса. Наушники поддерживают технологию Google Fast Pair и Microsoft Swift. Мультипоинт до двух устройств на борту, датчики автопаузы отрабатывают быстро и без нареканий. Емкость аккумулятора бокса 480 мАч, а емкость аккумулятора одного наушника 33 мАч. Полный цикл зарядки бокса занимает в среднем полтора часа, а у наушников до 50 минут. Беспроводная зарядка у бокса есть, используется стандарт Qi до 2,5 Вт. За время моего использования в среднем они жили у меня 5,5 часов без включенного активного шумодава. Лично мне пассивная шумоизоляция важнее, чем активное шумоподавление, так как ANC слегка может искажать звучание. Водонепроницаемость у наушников IP54, у бокса IP55. Для удобного использования нужно установить приложение Ear 1, которое доступно как на андроиде, так и на iOS устройствах. Интерфейс удобный, на главном экране можно увидеть заряд наушников в процентах. Далее есть вкладка с настройками ANC и режимом прозрачности. Вдобавок есть эквалайзер с четырьмя предустановками звучания, скромным аккастомным эквалайзером, а также персонализированным звуковым профилем. В приложении можно настроить сжатие, включить-выключить обнаружение в ухе, персонализированное шумоподавление, режим с низкой задержкой, включение-выключение аудиокодека высокого разрешения LHDC версии 5.0. К слову, на борту из кодеков также есть AAC и SBC. Отмечу, что кодек LHDC и функция двойного подключения могут работать одновременно. Далее есть двойное подключение, определение подходящего размера амбушюр, поиск наушников и обновление прошивки. Bluetooth версии 5.3, связь с подключенным смартфоном данная пара держит стабильно, через две стены не отваливаются они, и фризов я с ними не наблюдал. Задержка с включенным режимом низкой задержки при просмотре видео на ютубе и в играх незаметна. Микрофоны, как по мне, не допилили, звук стал слегка качественнее, но заметить это сложно. В любом случае, звучание данной пары по кодеку LHDC и так было очень хорошим. Запаса громкости достаточно, высокие частоты звучат неплохо, середина имеет отличную проработку. Бас плотный, средний бас в наличии, инструментал различим. Сцена для ТВС наушников шире средней, к балансу звука лично я уже привык. Из минусов, цена, бокс, который постоянно царапается люфту крышки. Адаптивный персонализированный режим ANC работает не столько хорошо, как хотелось бы. Резюмировать хочу так, данные беспроводные наушники Nuffin E2 подойдут людям горящим желанием выделиться из толпы за счет необыкновенного аксессуара. Но за цену данных ушей можно найти гораздо более хорошее качество звука и работы микрофонов. С другой стороны, если вы купили себе Nuffin Phone 2, допустим, обзор на который на канале, то логично, что вы будете покупать под него и наушники Nuffin E2. Люди всегда хотят отличаться друг от друга, чтобы иметь какую-то идентичность и уникальность. Маркетинг этим пользуется. Тройку лидеров сегодняшнего топа открывают OnePlus Bullets Wireless Z2. Эти Bluetooth наушники с шейным ободком, который имеет силиконовое тактильное приятное покрытие, оснащены динамическими драйверами на 12,4 мм, они имеют время автономной работы до 30 часов, быструю зарядку, которая способна дать 20 часов прослушивания музыки всего лишь после 10-минутной подзарядки, а также водонепроницаемость класса IP55 и микрофон с интеллектуальным шумоподавлением. Чем заслужили данные наушники место в данном топе, я думаю, вы уже догадались. В них очень комфортно заниматься спортом, плюс ко всему они долго живут. У них хорошие микрофоны, отличный звук и низкий ценник. После 10-ти минут зарядки наушников дают вам целых 20 часов звучания, в комплекте есть три пары сменных амбушюр и кабель с USB-A на Type-C. Звуководы овальные формы, весят наушники 27 граммов, в продаже имеются черные и синие расцветки, основные части наушников выполнены из глянцевого и матового пластика, сборка отличная. Дизайн наушников стандартный, но выглядят они хорошо. Кабель наушников качественный, шейный обод упругий, дискомфорта при прослушивании музыки во время пробежки они не доставляют, как и сами наушники при длительном использовании. Длина шейного обода 28 см хватит всем, длина кабеля обода вместе с ним 86 см. Посадка плотная, с неплохой пассивной шумоизоляцией, во время занятий с портом не выпадают. Также имеется магнитное соединение двух наушников, что очень удобно. На корпусе расположили микрофон с интеллектуальным шумоподавлением, разъем для зарядки USB Type-C, надпись OnePlus, LED-индикатор, который, к сожалению, во время работы мигает белым цветом, и отключить его, я способа не нашел, может вы нашли, напишите. И три механические провязненные кнопки для управления. Из команд на борту, плей, пауза, переключение треков, ответ, сброс, вызова, вызов голосового помощника, регулировка громкости. Управление удобное, все кнопки различимы на ощупь. На нажатие наушники откликаются моментально. Настроить команды нельзя, так как данная модель не подключается к фирменному приложению. Нажатия сопровождаются системными звуками. Оснащены наушники динамическими драйверами на 12,4 мм. Диапазон частот от 20 Гц до 20 кГц. Чувствительность 114 дБ при 400 Гц и 109 дБ при 1000 Гц. Сопротивление 32 Ом. Наушники автоматически подключаются после разъединения наушников с ранее сопряженным устройством. Нажимать на кнопки не нужно. Для быстрого сопряжения производитель предоставил функцию OnePlus с анимацией, но, к сожалению, только в паре со смартфоном OnePlus. Емкость аккумулятора наушников 220 мАч. Наушники можно полностью зарядить быстрой зарядкой за 25 минут, что отлично. Отыграла данная модель по моим тестам на 75% громкости по кодеку AAC. Внимание! 24 часа. Сутки. Защита от пыли и брызг стандарта IP55. Но блок с панелью управления аккумулятором я вам не советую топить. Bluetooth версии 5.0. С кодеков на борту стандартные AAC и SBC. Через 200 наушники от смартфона не отваливались и фризов я не наблюдал. Задержка на YouTube незаметная, в играх задержка заметная. Микрофон отрабатывает хорошо, так как он находится на блоке с панелью для управления. Голос искажается, но не сильно. Посторонние шумы во время разговора не мешают. Но напоминаю, что если вы будете идти, и эти наушники будут соприкасаться микрофоном с вашей одеждой, то вполне возможно ваш собеседник будет слышать шум контакта с одеждой. Звучание здесь бас-хедное, запаса громкости более чем достаточно. Я прослушивал музыку не выше, чем на 75% громкости. Бас мощный и плотный, ко всему они не вмешают остальным частотам. Средина имеет неплохую проработку, сбалансированности звучанию достаточно. Небольшая каша появляется только на 100% громкости. Глубина присутствует, детальность на хорошем уровне и инструментал различим. Из минусов нет датчиков автопаузы, нет мультипоинта. Резюмирую, беспроводные наушники OnePlus Bullets Wireless Z2 – отличный выбор для занятий спортом, с их надежной посадкой, отличным звуком и огромным временем автономной работы. А именно поэтому они находятся в моем топе сегодня. На втором месте сегодняшнего топа я поставил довольно необычные наушники AirPods Pro 2 Gen 2. Опять вам непонятно почему. Не буду томить и расскажу. Все дело в том, что со смартфонами от Apple практически одинаково работают любые наушники. И довольно много наушников работают лучше, чем те, о которых я сейчас вам расскажу. Их по качеству звука при воспроизведении музыки, и по качеству передаваемого голоса. Но много людей даже не задумываются о том, какие выбрать наушники под iPhone. Просто берут и покупают AirPods. Ну да ладно, перейдем к самим наушникам. Это премиальные беспроводные наушники форм-фактора внутриканальные, с космическим дизайном, отличной сборкой, высококачественным шумодалом, беспроводной зарядкой бокса, минимальной задержкой, великолепными микрофонами, оценкой состояния вашего слуха и полноценной адаптацией звука под ваши предпочтения. Также у них есть свой процессор H2 и функция быстрой зарядки наушников. 15 минут в боксе дают 3 часа звучания, и тут вы, наверное, улыбнувшись, вспомните скорость зарядки у шнурков от OnePlus, да? У наушников есть пользовательская настройка вызовов, чтобы собеседника вам было слышно без увеличения громкости. Мультипоинт для устройств Apple. В упаковке есть сами наушники, кабель с Type-C на Lightning. В новой версии он, к счастью, сменился на нормальный Type-C. Также на боксе есть петелька для шнурка и маленький динамик для поиска бокса через локатор. Но локатор VRF работает через костыли, так что это не панацея. В продаже есть только белая версия наушников. Раньше при заказе можно было персонализировать свою пару, сейчас в VRF это невозможно. Дизайн бокса стандартный, борка, как и качество изготовления, отличная. Глянцевая поверхность бокса царапается моментально. Крышка люфтит как в открытом, так и в закрытом состоянии. Наушники из бокса вытряхнуть можно, но это не совсем просто. Емкость бокса увеличили по сравнению с предыдущей версией, если можно так сказать. Теперь она 523 мАч. Весит бокс без наушников 50 граммов. Заряжается он зарядкой типа Mega Safe, но понимает также ЧИ. Саморазряд у бокса отсутствует. Влагозащита, что у бокса, что у наушников номинальная. IPX4. Спортом заниматься можно, но топить их и плавать в них нельзя. Динамик кейса издает короткий звук ошибки, если вставить в него прошлое поколение наушников, что тоже хорошо. От зарядки для Apple Watch Box также заряжается. Наушники от бокса можно перезарядить 3 полных раза и 4 на 60%. Весит один наушник 5,3 грамма. Размеры стандартные. За счет отсутствия звуковода как такового. Наушники много кому подходят. Bluetooth последней версии 5.3. Микрофон перенесен на верхнюю грань. При тряске наушники из ушей не вылетают. Под шапкой носить удобно. Но неудобно измерять громкость свайпами на ножке наушника, так как измерение происходит только по одному делению. При этом все это сопровождается щелчком. Поначалу весело, потом напрягает. Ложных срабатываний нет. Активный шумодав очень крутой. Хочу отметить отменную работу функции прозрачности. Она меня порадовала. Адаптивная прозрачность работает неплохо, но у меня лично она подглючивала. Звучание при активации активного шумодава становится чуть более плоским. И многие слышат белый шум. К слову, эти, кстати, наушники одни из тех, которыми я постоянно пользуюсь, включая сонки четвертые. За день уши от наушников не устают. По пространственному аудио теперь можно отсканировать свое ухо с помощью камеры TrueDip и сделать пространственный звук более подходящим под вас. Но совсем немного людей это используют, как я понимаю. Напишите, вы этим пользуетесь постоянно или нет. 5 минут зарядки в кейсе дают 50 минут прослушивания музыки. Лично мне хватило 50% громкости без активного шумодава. Ее здесь с запасом. По автономности 5,5 часов на 50% громкости спокойно звучат без ANC. Можно использовать функцию активного шумоподавления и функцию прозрачности даже на одном наушнике. Dolby Atmos, разумеется, работает не везде. Сенсоры приближения работают великолепно. Также их можно отключить. В виджете на смартфоне постоянно виден оставшийся заряд наушников и кейса. Даже когда наушники в кейсе, это очень удобно. Шумоподавление можно управлять как из меню управления на смарте, так и на самих наушниках. Меню стало максимально простым. Индикация заряда бокса и ушей в процентах с точностью до процента. Подробнее в отдельном обзоре, разумеется. Напоминаю, что есть мультипоинт на iOS-устройствах. К двум устройствам наушники подключались. Здесь, скажем так, обратный мультипоинт. Можно подключить двое наушников к одному устройству. А не наушники к двум устройствам. Не забывайте про адаптацию наушников в полную проверку слуха. Я бы всем рекомендовал обязательно это сделать. Задержки в играх и на ютюбе нет. Bluetooth версии 5.3, но у меня через две стены наушники от iPhone 13 Pro Max отваливались, что странно. И лично у меня с Windows, с системами, с ноутбуком они работали плохо. Звучание. Можно долго рассказывать, как они сделали бас, глубже ли сделали более чистый звук, добавили объема. Но высоких как не хватало, так и не хватает. Детальности мало. Панча в низких частотах нет. И относительно конкурентов они звучат хуже. Звучат они не на свою цену. По звуку AirPods же, как по мне, топчутся на месте. Они проигрывают по звуку практически во всем, кроме объема. Даже при тестировании с iPhone. Лично для меня, при подключении наушников Sony к яблоку, звук был в разы лучше, чем от AirPods. Кстати, в полном обзоре я рассказывал, как можно отличить оригинал наушников от подделки, как всегда по ссылке в описании. Из минусов. Вне кейса наушники постепенно разряжаются. Теперь AirPods Pro можно найти даже с закрытым кейсом. Но эта функция работает только за пределами RF. И это, конечно, фейл. Нет кастомного эквалайзера. Наушники стоят, как средний смартфон, не самого плохого производителя. Да, можно перелистывать треки. Можно дополнительно программу устанавливать для расширения их функционала. И много еще чего можно. Но после того, какой звук они предлагают нам за эти деньги в 2023 году, это в каком-то смысле ненормально. С одной стороны, с другой стороны, очень многие не увидят и не услышат разницы. И не захотят ее слышать. Резюмирую. AirPods Pro 2 Gen 2. Это отличные беспроводные наушники, но лишь с устройствами от Apple. Хотя очень многие наушники, несмотря на не такой обширный функционал, даже с iPhone'ом выдадут лучший звук. За меньшие деньги. Лидер сегодняшнего топа, что неудивительно, это Huawei FreeBuds 5. Это вкладыши с органичной формой, качественными материалами, сертификацией HWA и HiRS, активным шумодавом с тремя режимами работы, мультипоинтом на два устройства, поддержкой кодека, высокой четкости LDAC, беспроводной зарядкой бокса, режимом низкой задержки и усилением низких частот. А почему именно эти уши попали в данный топ, вы поймете, увидев их вживую. Упаковка стандартная, аккуратная. Бокс наушники, кабель для зарядки и силиконовая насадка. За что им отдельный респект. Весит наушник 5,4 грамма, а бокс весит 54 грамма. Немало. Три расцветки на выбор, серое, белое и красное. Дизайн бокса, как и наушников, нестандартный. Лично мне он не понравился. Бокс выполнен из тактильно приятного пластика, качество отличное. Бокс не марки, но потертости появляются почти моментально. Крышку бокса легко открыть одной рукой, люфт отсутствует. Наушники в боксе не гуляют, вытряхнуть у меня их не удалось. Сами наушники изготовлены из глянцевого пластика, дизайн у них совсем нестандартный. Сборка отличная, как качество материалов. Ножка наушников выглядит как капля, футуристично. В ушах они выглядят странно. Если использовать комплектные силиконовые насадки, то посадка становится плотной. Но это у каждого может быть по-разному. При занятиях спортом они у меня из ушей не вылетали, но приходилось их постоянно поправлять. На корпусе наушников расположено по 3 микрофона, 2 контакта для зарядки, маркировка left-right и сенсорная область. Из тапов на борту – плей-пауза, переключение треков, регулировка громкости, ответ-зброс вызова, включение-выключение режима системы шумоподавления и вызов голосового ассистента. Одиночного тапа нет, следовательно, ложных срабатываний не было. На касание наушники откликаются хорошо, как и на свайп для регулировки громкости. Есть возможности настройки тапов, но не полноценные. К примеру, можно включить плей-паузу или переключение треков только вперед или назад, или убрать паузу, чтобы полноценно переключать треки. Звучание сопровождается системными звуками и женским голосом на китайском языке. Наушники имеют расширенное восприятие низких частот, примерно на 30% больше, чем четвертая версия, хотя четвертая тоже была супер. В наушниках установлены 11-миллиметровые динамические излучатели с двумя магнитами, частотный диапазон от 16 Гц до 40 кГц, активный шумодав версии 3.0, имеет три режима работы, один из которых динамический, и в целом ANC показал себя очень хорошо. Лично я не заметил, что в динамическом режиме сила ANC увеличивается или уменьшается. ANC может работать даже с одним наушником. Заряд наушников в шторке отображается, по одному они работают, переподключение бесшовное, но само переподключение сопровождается системными звуками. Полноценный мультипойнт на два устройства на борту, как и инфракрасные датчики автопаузы, отрабатывают датчики корректно и быстро, в приложении их можно выключить. Анимации есть, но только со смартфонами Huawei, а жаль. Также можно включить напоминание об отдыхе, включить режим низкой задержки. Емкость аккумулятора 505 мАч, полный цикл зарядки составил 50 минут. Беспроводная зарядка стандарта Qi на борту, но конкретно в моем случае она не работала. К сожалению, я испробовал несколько различных зарядок, но так и не смог зарядить бокс по беспроводной зарядке. Емкость аккумулятора одного наушника 42 мАч, полностью они заряжаются в боксе за 37 минут, что довольно быстро. На 75% громкости без включенного активного шумодава по коду колдак уши отыграли 3 часа 56 минут, что совсем нехорошо, но для вкладышей, в принципе, наверное, нормально почти 4 часа. Разрешаются наушники неравномерно, как и почти все другие. 5 минут зарядки в боксе дают время автономной работы 1 час в тех же условиях. С учетом бокса данная пара может проработать 24 часа в тех же условиях. Водонепроницаемость класса IP54 только для наушников. Для удобного использования нужно установить приложение IE Live. Для того, чтобы добавить наушники, необходимо войти в свой аккаунт или зарегистрироваться, но для этого нужно использовать VPN, и только тогда вы сможете использовать данную модель в программе. Приложение удобное, на стартовой странице виден заряд наушников по отдельности и бокса в процентах. Центр подключения, настройка шумоподавления, эквалайзер с четырьмя предустановками. Кастомный эквалайзер, два режима работы, приоритет качества соединения и приоритет качества звука. И функция HD вызова. Предустановки эквалайзера хорошие, наушники на эквалайзер откликаются хорошо. По всему эквалайзер десятиполосный, с широким диапазоном. Далее можно настроить жесты для управления, воспользоваться поиском наушников и обновить прошивку. Bluetooth версии 5.2, из кодеков на борту AAC, SBC и LDAC. Через две стены наушники не отваливались, фризов я не ловил. Задержка на ютюбе незаметна, в играх включены опции низкой задержки. Задержка минимальна. Микрофоны и шумон подавления на базе ИИ отрабатывают хорошо, голос искажается, не сильно, перегруз есть, но небольшой. По коду кулдак звучание довольно сбалансированное. Над низкими частотами поработали отлично, несмотря на то, что это вкладыши, баз довольно плотный. Середина имеет хорошую проработку, высокие звучат отчетливо и приятно. Сцена широкая, глубина присутствует, детализация у звука хорошая и для вкладышей звучат они просто великолепно. Минусы в моем экземпляре не работала беспроводная зарядка, возможно, опять же, в китайских версиях она не будет работать или наоборот, есть какие-то версии без беспроводной зарядки. Маленькая автономность, нет возможности полноценно настроить тапы и дизайн самих наушников на любителя. И цена у них не совсем адекватная, по моему мнению, но опять же, конкурентов нет. И складыши были лучшие до них Huawei FreeBuds 4, теперь лучшие Huawei FreeBuds 5. Резюмирую так, если не брать во внимание жесты управления, цену и странный, по моему мнению, дизайн, то остается только отличный звук. Все остальные функции можно встретить и в более бюджетных наушниках. Но почему именно эти наушники попали в данный топ, вы уже поняли, надеюсь. Не многие выберут такой дизайн при таком форм-факторе, это будут люди со своим мнением и взглядом на мир. К слову, у меня много знакомых именно ими пользуются, потому что звук у них и правда очень-очень классный. Не забудьте подписаться на канал с колоколом, написать в комментах, какие бы еще топы вы хотели увидеть до конца года. В принципе, смартфонов, часов и всего остального было достаточно. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там много всего полезного. Всем девайсам в топе, несмотря на их недостатки от меня, да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.